Девушки отдыхают Но никуда от нее не деться И если наши уважаемые слушатели из Нью-Йорка что-то оспорят или добавят Ну, я буду только рад Благодарю Паре Новолокову за помощь в подготовке выпуска И начну я по привычке с истории Ну, не с такой, правда, дальней Уж не будем забираться совсем в глубокие исторические дебри А вспомним 60-е Есть версия, что, ну, ее поддерживают многие историки Что критическим для Нью-Йорка стало избрание мэром Джона Линдса Линдс был республиканцем, что интересно Но республиканцем либеральным Тогда таких было больше, чем сейчас, кстати говоря И хотя консерваторы предупреждали о том, что такой вот Линдсей окажется катастрофой А Бакли Уильям даже сам участвовал в выборах мэром Как кандидат не республиканский Независимый от консервативной партии, если угодно Нью-Йорка была тогда такая Так вот, в результате Линдсей все-таки победил Потому что республиканская партия и весь эстеблишмент встал на его сторону А Бакли, хотя и обратил внимание на свои консервативные взгляды И, в общем-то, с этого момента во многом начался сильный поворот Американской политики в сторону консервативного движения на самом деле Но проиграл Для консервативного движения это, как оказалось, было в плюс А для Нью-Йорка в минус Потому что Линдсей, как и положено либералу Он, пусть и республиканцу Он, став мэром, сразу же начал бороться Не с преступностью, нет, а с расизмом С проблемами города Пытаться угодить молодежным движениям Преимущественно, естественно, самым шумным, то есть левым И, как следствие, очень быстро Нью-Йорк превратился в практически неуправляемый город Потому что, если происходят бунты и волнения А мэр устраивает расследование и создает комиссии Смысл которых не разобраться, кто эти погромы устроил А проникнуть в глубину проблемы Выявить там системный расизм Тогда еще, правда, это выражение не было таким популярным И в этот самый системный расизм Выявив, провести должные меры В основном связанные с тем, что связать руки полиции Под это дело, помимо этого Помимо полицейских проблем и проблем с преступностью Была его история с профсоюзами школьными О чем я рассказывал не так давно, две недели назад Но не буду сейчас возвращаться Был его знаменитый конфликт с мэером Кахана И, замечу, что Линдсей в результате боялся в городе двух человек Это Шенкера и Кахана Если человек боится двух людей с такими фамилиями То он точно сделал что-то не то А Линдсей делал абсолютно все не то и все не так В результате евреи были вынуждены защищать себя сами И, к счастью, зачастую им это удавалось И черных братков они гоняли как следует А полиция оказалась не у дел Потому что если практически любое действие полицейских встречало негодование властей Если после нападения В 1972 году это было уже Линдсей очень долго был мэром Нападение черных мусульман на полицейских И закончившейся смертью одного из них Привело к тому, что власти извинялись перед мусульманами Что, дескать, полицейские себя повели не так И что полицейских стали привлекать, арестовывать за какие-то там совершенно мелкие Ну, может быть, не слишком благородные Но не сказать, чтобы серьезные прегрешения То, естественно, в какой-то момент полицейских была полная апатия Им уже не хотелось выполнять свою работу Апатия усилилась тогда, когда их начали убивать И убивать именно последовательно И более того, убийцы выходили от ответственности Хотя порой это были откровенные действия тех же черных пантер Прямо рядом с их штаб-квартирой были нападения То есть там звонок, якобы какие-то проблемы полицейские приезжают Их расстреливают просто-напросто Это все было И повторяю, Линдсей ничего для этого не предпринимал Только все искал поводов дружить с активистами и так далее и тому подобное Партию, кстати, сменил в конце концов Потому как общее поправение республиканцев, естественно, было ему не по душе И стал он демократом, где ему, в общем-то, и место А город, который Линдсей привел Ну и при его предшественнике Там были проблемы При Вагнере, в демократе, кстати Но Линдсей уже окончательно Город давил до ручки И довольно долго никто не мог Ничего исправить Даже номинально Неоконсервативный Тоже демократ Коч Который в 80-е был Что-то он там слегка поправил Но ненамного Ну а Динкенс, сами знаете, тоже демократ Чернокожий Которого поэтому все защищают Он, казалось бы, Нью-Йорк уничтожил полностью Но вот тут случился в кое-то веке положительный момент Положительный момент назывался Руди Джулиани Но дело не только в мэре Что интересно, но Джулиани, как вы знаете Он проследовал обратную По обратному пути Он тоже побывал демократом Но стал республиканцем Но Джулиани взял на вооружение Разработанную Джеймсом Уилсоном И продолжая тему перемещения Из одного лагеря в другого Уилсон, это изначально ведь тоже был либерал Но сильно разочаровавшийся В том, что делали либералы И переместившиеся на позиции консервативные Так вот, это знаменитая теория разбитых окон Уилсона Смысл ее в том, что если оставлять безнаказанными Совсем примитивный смысл, уж не обессудьте Какие-то мелкие правонарушения То они неизбежно перерастут в более крупные Так вот, Джулиани эту теорию взял на вооружение И при помощи полиции Он довольно быстро город реанимировал Ну, я не могу сказать, кто там помнит Нью-Йорк 90-х Могут меня, естественно, поправить Насколько все улучшилось Но, тем не менее, статистика В данном случае, уж я на нее сошлюсь Она известная Что основной процент снижения преступности По всей стране В 90-е он был Вот основную часть этого процента Давал как раз Нью-Йорк И если с 65-го по 91-й год То есть Линдс и после него Количество убийств взлетело до небес То порядка 600 в год, насколько я помню То при Джулиане эта цифра Она стала довольно-таки стремительно сокращаться И когда те же самые черные мусульмане Попытались провернуть историю 72-го года В 94-м То Джулиане, естественно, извиняться перед ними не стало А, в общем, продемонстрировал достаточно жесткую позицию И более того, ряд других Не столь активных мусульман черных Как люди Фарахана Так вот, более умеренные черные мусульмане Они, не думая, что они уж так любили Джулиане Но они просто испугались И стали говорить, что нет, мы не хотим конфликтов И так далее и тому подобное То есть, как видите, теория, она себя, в общем-то, оправдала Ужесточение мер, рост полиции Я имею в виду рост числа полицейских в городе Они действительно имели эффект И полиция Нью-Йорка числилась И в весьма на лучших позициях И уважалась по всей стране Блумберг, в общем-то, эту политику Так или иначе продолжил За что он теперь извиняется, как вы знаете Но вот потом случилось то, что случилось А именно появился мэр Деблазио Который изначально себя позиционировал Как человек, который полицию не особенно любит Но который очень любит спекулировать на российских проблемах Но, к сожалению, на тот момент Такая позиция оказалась востребована И Деблазио стал мэром Но при этом надо отметить Что эффект от теории И от ее воплощения Джулиани и Блумбергом Был такой, что года до 2018 Количество тяжких преступлений Убийств прежде всего Оно продолжало снижаться Но проблема в том, что периодически Стали усиливаться нападения на полицию Потому что Деблазио он стал делать все Чтобы полиции руки связывать И не только полиции, а еще и судам Потому что там проводят новые и новые реформы Связанные с внесением залогов И сильно ограничивающие полномочия судей Полиции тоже работать все сложнее и сложнее Но так как этого Деблазио было, в общем-то, мало Он еще пошел дальше И пометуя о том, о чем я вам говорил А именно, что вот эта вот теория Она подразумевает, прежде всего Жесткое пресечение даже мелких каких-то нарушений Так вот, Деблазио пустился на то, чтобы декриминализировать Целый ряд нарушений Вроде бесплатного проникновения в метро Когда прыгают через турникеты Или, да простите мне, натурализм, но так оно и есть Справление нужды в общественных местах Раньше это числилось преступлением Благодаря Деблазио перестало И в такой ситуации Ну, безусловно, все стало двигаться совсем не в ту сторону А именно Убийства, да, снижались Но преступность постепенно стала расти, расти, расти А полиции работать стало все сложнее, сложнее и сложнее Потому что, как-то, знаете, поменялись акценты Помните, я вам говорил про Линце И сказал, что там полицейских преследовали за самые мелкие правонарушения Потом сказал, что теория разбитых окон Подразумевает то, что мелкие правонарушения должны все-таки преследоваться Но противоречие здесь может показаться, что оно есть На самом деле его все-таки нет Потому что преступность это одно И здесь она проецируется на безопасность во всем городе Полиция это немного другое Конечно же, нам всем бы очень хотелось, чтобы все полицейские были как в кино Да и то, смотря в каком кино Но вот так, увы, не бывает И иногда полицейским, чтобы пресечь какие-то более крупные преступления Но действительно приходится делать то, что мы, может, с вами и не одобрим В разговоре друг с другом Тем не менее, это, увы, неизбежно И мы должны просто для себя решить А на чьей мы стороне в этой ситуации Я думаю, что стоит быть на стороне полицейских Но Деблазио решил по-другому И теперь, когда началось то, что мы видим А именно погромы по всей стране И в том числе и в Нью-Йорке Деблазио, естественно, ни в коей мере не на стороне полиции А на стороне погромщиков Кстати, мода не говорить погромщики Тоже пошла с линцей Заметите, что интересно Так вот, в этой ситуации полиция, мы помним Помните, мы тоже говорили Деблазио, к тому же, распустил и отряд в штатском Один из лучших в стране по борьбе с преступностью Полиция опять возвращается к той ситуации Которая была в начале 70-х Это когда лучше не делать вообще ничего Потому что тебя или пристрелят Или посадят Или просто позорят И лишат тебя возможности работать В такой ситуации действительно Своя рубашка ближе к телу Пусть это даже и полицейский А при этом рост преступности вот уже есть И количество убийств, которые, как я говорил Оно вроде бы снижалось Резко подскочило И хотя год еще не закончился Но оно уже превосходит данные за последние годы Уже сейчас на август Стрельба и применение оружия Тоже, естественно, возросло Но не видно, чтобы Деблазио Хоть что-то предпринимал И помните, мы с вами тоже недавно говорили Что если ситуация в Сиэтле и Портленде Она пойдет по всей стране То это действительно приведет К ужасающим последствиям Если ситуация из Нью-Йорка пойдет по всей стране То все еще хуже Потому что, ну, Нью-Йорк Это, как бы то ни было, символ Соединенных Штатов Я бы, конечно, считал символом Это те самые штаты Красные пресловутые Но, как бы то ни было Нью-Йорк это Нью-Йорк И если мода на полицейское бездействие На поощрение погромщиков Она будет в Нью-Йорке Как само собой разумеется То богатые-то люди Они оттуда сбегут Так или иначе Или накупят себе охрану Мы все это с вами прекрасно знаем А простым нью-йоркцам И простым американцам Придется, конечно же, очень тяжело И то, что сейчас эта теория Которая Нью-Йорк в свое время спасла Она уже абсолютно никем не воспринимается всерьез Я имею ввиду, естественно, мейнстримовым Эстеблишментом Она уже как расистская проходит То это подразумевает Что Нью-Йорк К примеру Нью-Йорка Могут последовать очень многие большие города Да, я боюсь, что и уже следуют Ну, а что касается Линдса Раз я с него начал, то к нему и вернусь То на самом деле я не просто так ему уделил столько внимания Это вам пример того, что человек Который себя вроде бы позиционирует Как умеренный либерал Как вы видите, может нагородить делов Побольше, чем последовательный левак Это первое И второе Между Линдсом, умеренным либералом изначально И однозначно левым Деблазио Как видите, разницы большой нет Поэтому и когда вы посмотрите на сегодняшних кандидатов От Демпартии То, я думаю, вы вспомните Нескромно скажу эти мои слова Либералы и левые радикалы Они уже сливаются И если вы посмотрите в историю То увидите, что это не на пустом месте А так оно было, увы, с давних пор Поэтому я не знаю, чем помочь Нью-Йорку Я, к сожалению, не могу, это зависит от самих жителей Нью-Йорка Но как помочь Америке Вы знаете, все у вас Два месяца Чтобы у тех, кто это еще не понял Понять это окончательно Здесь я прервусь Если Сергей что-то добавит С удовольствием передам слово Я не о Нью-Йорке Я пару слов о Киноше Киноше это такой город Небольшой городок В Вискансине На границе практически Вискансина И Иллинойс Находится буквально тут По-моему, 26 или 30 миль от нас На север Так вот там опять полицейские Нужно сказать, что полицейские На мой взгляд действовали Я просто видел видео Когда идет этот афроамериканец Которого зовут Джейкоб Блейк И рядом с ним идут полицейские Вынув пистолеты Направив на него И он спокойно идет к своей машине То есть полицейских вызвали Он там устроил где-то дебош Какой-то очередной Вызвали полицейских Они приехали Тейзером в него запустили Он продолжает идти Неряги, но похоже обдолбанный Как всегда И потом он открывает дверь своего автомобиля И что-то пытается нырнуть там Под сиденьем чего-то достать Ну, во всяком случае, так выглядит И полицейский не нашел ничего умнее Как выстрелить ему в спину Несколько раз Он, правда, сейчас находится в больнице Там ему сделали операцию Ну, скорее всего, все будет нормально Но полицейские действовали безумно То есть, надо было скрутить человека Просто повалить его с наручниками И все Будет, что я вас перебью А вот как раз то, о чем я в свое время говорил Полицейские теперь боятся этот самый прием применять Потому что, видите, сами полицейские об этом предупреждают Если их лишают возможности крутить руки И немного или даже много душить То им ничего другого не остается Кроме как стрелять Ну, в общем, нет лучшего способа борьбы за гражданские права Чем разгром собственного города Что и произошло Разграбили магазины Значит, сожгли дилерскую Где там десятки автомобилей стояла Городская дилерская По продаже автомобилей Сожгли автомобили Церковь одна Которая, кстати, поддерживала левое движение И на церкви была надпись БЛМ и так далее То есть, это не помогло Это не помогло Церковь нахрен сожгли Вот такая ситуация Давайте примем пару звонков Может, у нас еще есть время Добрый день, пожалуйста, в эфире Я хочу сказать, что в это время Я уже был в Нью-Йорке Я имею в виду 90-е Когда был Димкинс И вот Отметили один фактор Дело в том, что в выборе Джулиане Большую роль сыграли Религиозные евреи До этого, вы знаете Были погромы у нас в Кронхайзе И, наконец, демократичные евреи Религиозные Проголосовали за Джулиане И вот эти погромы Слава Богу Вставили мозги Религиозным евреям И мы получили Джулиане Это были прекрасные 8 лет Спасибо Да, спасибо вам Ну да, это важное, конечно же, уточнение Но все-таки Я не столько историю Нью-Йорка рассказывал Сколько пытался основные моменты обозначить Конечно, я важный момент Ну, важный для вас наверняка пропустил Добрый день, пожалуйста, в эфире Алло, здравствуйте Иван, здравствуйте Сережа, еще раз Здравствуйте После Второй мировой войны Мировое сообщество в Познаме Осудило фашизм, нацизм А вот после Холодной войны И развала СССР Мировое сообщество не рискнуло Осудить коммунистов И в 1994 году КГБ Демократическим путем Реанимировало В Белоруссии коммунистов В лице Батьки Лукашенко После этого В 1999 году Пришел Путин УАЗ в России Затем Эстафетную палочку Подхватили Чабец В Венесуэле И там Боливии И тем же курсом Идут Меркель Комсомольцы Меркель Макрон И Трюдо В Канаде Вот И у нас Сандерс Коммунист Который проводил Меду в месяц У вас там В Москве То же самое Призывает К коммунизму И тот же самый Деблазио Который проходил Практику В Никарагу И на клубе У Аленда И у этого Ну и так далее Портега Портега там был Насколько я помню Да Аленда Да Аленда Вот Я хочу спросить у вас Как мы Близки К тому Что Мы Ну Как вы думаете Мы сделали Мировое сообщество Не осудив В свое время Коммунистов И теперь мы Мы Ну как бы Пользуемся Плодами Своей глупости Прошлых лет Спасибо Да Спасибо вам Ну я с вами полностью согласен Только Я не думаю Что это глупость Наша с вами Все таки Мы его понимаем Что и как Но К сожалению Люди Элиты Которые За власть Уцепились И не желают Ее отдавать А Вся эта элитная Система Она очень сложная Им действительно Было Невыгодно Объявлять Коммунизм Вне закона Хотя Случись это Конечно же Все было бы Гораздо лучше Но Сейчас мы с вами Видим Уже идет Реанимация И полная Реабилитация Социализма Я бы даже Неразум сказал Что она закончилась Номинацией Байдена Кстати сказать А коммунизм Ну это следующий К сожалению Момент Но опять В ваших силах Это остановить Давайте попробуем Принять еще один звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Добрый день Господа Вы знаете Что Нобель Сказал о демократии Он сказал Демократия Это толпа Идиотов Управляемые Кретинами Его слова Из песни Слов не выбросили Так что Они здесь Не раз Просто подтверждают Высказанные Человеком Больше Сотни лет Демократии Спасибо Хорошего Поэтому Демократия Но демократия Такая Как это Делали отцы Основатели Ну кстати То что К этому Мы еще Наверное Вернемся Во втором Сегменте Спасибо большое Давайте Сделаем Небольшой Перерыв Послушаем Рекламное Объявление После чего Вернемся Обязательно Продолжим Возвращаемся В программу Час Ивана Денисова И давайте Мы Поговорим О прошедшем Съезде Демократов А уже О республиканском Съезде Будем говорить На следующей Неделе Да Уже Про республиканцев Там кое-что Интересное Есть Но Оставим Их На будущее Что Я имею Ввиду Можете Как раз И почитать В эти дни Уже Сегодня Трамп Обнародовал Платформу Предвыборную Но опять Я ее пока Оставлю Сегодня Демократы И их Платформа Если ее Можно таковой Назвать Главный Вывод Для меня Того Мероприятия Которое Было На прошлой Неделе Это то Что демократы Они уже Не просто Социалистическая Партия Но это еще И партия Неамериканская Антиамериканская Или нет Это уже Оставлю На ваше Усмотрение Я естественно Считаю Именно так Но то что Партия Неамериканская Для меня Это Бесспорно Стало Это было и раньше Но вот сейчас Они подтвердили Ну посмотрите На основные Речи Которые Были Имя Флойда Бандита И Какие Наркоманы И так далее И тому подобное Упоминалось Гораздо чаще Чем имена Отцов Основателей Сказать По правде Я вообще Не помню Чтобы в речах Основных Отцов Основателей Присутствовали Может они и были Я не знаю Я упустил Но вот Флойда Помню Хэмилтона Мэдисона И им подобных Джона Джей И так далее Я не помню Для сравнения Посмотрите На речь Трампа 4 июля Где Представлены Очень многие Президенты Великие Американцы Прошлого Которых Он упоминает То есть Демократы Они Связь С прошлым Американским Разрывают И мы знаем Что Когда Тебя нет Связи с прошлым Это ничего хорошего Не дает А связь С Преступниками И же с ними Она может К сожалению Дать Власть Она может Дать даже Большую власть Но Стране и обществу Она точно Ничего хорошего Не приносит Да там Мишель Обама Вдруг ни с того Ни с сего Помянула Рейгана Изенхауэра Даже Бывает и такое Но Самое Возмутительное Это наверное То что Сказала Бывший президент То есть Барак Обама А Обама Он Если вы помните Те кто Его речь Все таки Решил Посмотреть Или прочесть Решил Прокомментировать Конституцию И эдак Покровительственно Сказал что Ну документ Так прямо скажем Не очень Да что Несовершенный Там много Чего в нем Плохого было Ну вот Ну вот Мы дескать Своими вот Усилиями Такие Прогрессивисты И так далее Документы Постепенно Меняли Переделывали Как нам бы Того Хотелось И поэтому Вот у нас Получилось То что Получилось Вообще Ну на мой взгляд И хотя конечно же Я иностранец И так далее Подобная Речь Любого Политика Должна В принципе Дисквалифицировать Из Участия В жизни Своей страны Серьезного Ну Я не имею ввиду Там цензуру И так далее И там подобное Но серьезно К такому человеку Относиться нельзя Потому что Тот кто Был Сенатором Президентом До еще Два срока Как выяснилось Совершенно Не понимает В какой стране Он вообще Был И наверное Так оно и есть Учитывая что Он родился Неизвестно где И что Вся его Мировоззрение Не совсем Американское Но Вместо того Чтобы сказать Что именно Следование Конституции И если угодно Декларации Независимости Как они создавались Как они задумывались И создало Величие Америки И в том числе Привело И его Даже не знаю Какое тут слово Подобраться Эпитет Ну чтобы Никого не обидеть Неразумную Или наоборот Слишком разумную Со знаком минус Голову В Белый дом Это именно Благодаря Американской Конституции А не благодаря Тому Что с этой Конституцией Замечательной Делали Судьи Либералы И политики Либералы Вроде того же Обам И когда Обама Уже в начале Своей речи Делает Такой Посыл Делает Такое Обозначение То Это уже Серьезная Заявка На то Что Партия Она может Обозначить Вот Свою Вспомнить Конституцию Она может На нее Сослаться Время от Времени И даже Что-то Там такое Стиснув зуб И сказать Хорошее Но Что для Сегодняшней Демпартии Главное Это не Следование Конституции И не Осознание Того Что именно Конституция Как ее Принимали Отцы-основатели И философия Отцов-основателей Это и есть Величие Страны А для Них Это Переделать Переписать Переиначить Как того Требует День Сегодняшний Если Помните Я Цитату Приводил Несколько Недель Назад Но Приведу Ее Еще раз Потому Что Она Актуальна Гровер Кливленд Лучший На мой Взгляд Президент Демократ Он Перед Своей Смертью Там За несколько Месяцев Буквально Он уже Не был Президентом Конечно В 1908 Году В письме Написал Что Демпартия Может Должна Обязательно Может быть Силой И должна Оставаться Силой Но только Если Она будет Консервативной Если Она будет Следовать И помнить Об ограничениях Наложенных Конституции И Если Она не Будет Позволять Себе Увлекаться Шумными Требованиями Или Эксплуатацией Проблем Мы Видите Что Сегодняшняя Демпартия Это полная Противоположность Тому Что Завещал Кливленд И Таким Образом Разрыв С прошлым Демократов Он еще Более Очевиден Мы Мы Можем Себе Представить Как Трамп Или Республиканские Политики Цитируют И Линкольна И Грант Вне Зависимости От того Как лично Вы к ним Относитесь Но Они Соцсвязи Со своими Политиками Прошлого Не теряют А вот Представить Сегодняшнего Демократа Который Будет Цитировать Кливленда Или Того же Эндрю Джексона Это Присогласитесь Уже Довольно Таки Тяжело Это их наследие Это люди Которые Партию Сделали Ну Джордж Флойд У нас Герой Да А какие Там вам Кливленды И И же С ними И Естественно Да Идея Одна Что Трамп Плохой Даже Заметь Некоторые Вполне Себе Левые Активисты Вроде Рэперы Айс Кьюб Насколько Я помню Стали Возмущаться На тот Счет Что Демократы Это Все Говорят Трамп Плохой Давайте Выберем Трамп А дальше Дело Не идет И Это Ни в коей Мере Не к тому Чтобы КСКьюбу Начали Испытывать Симпатию Весьма Омерзительный Тоже Персонаж Но Если Даже Союзники Демократов Видят Что Все Речи Сводятся К тому Что Трамп Плохой То Дела Демократов Мягко Говоря Не очень Что Касается Программы Их Партии Я Специально Она уже довольно давно Обретается И в сети Обнародована Но Я Вот Специально Дожидался Съезда Пусть даже В его Нынешнем Виде Чтобы Ее Прокомментировать Когда Она Вроде Уже Официально И однозначно Приобретает Титул Статус Если хотите Основополагающего Документа Демпартии Так Вот Программа Конечно Жуткая Да Для этого Надо прочесть 92 страницы Но Я вам Такую Жуткую Участь Конечно Ни в коей мере Не навязываю Хотя Кстати говоря Стоит Проглядеть И Сам Естественно Пересказывать Все эти 92 страницы Тоже не буду Но Если Выуживать Оттуда Какие-то Моменты На которые Обратил Обратил Внимание Лично я То Вот это Я пожалуй Сделаю И Замечу Что Опять Демократы Делают Все Чтобы Конституцию Переделать И Переначать На свой Лад Есть Пятая Поправка В Конституции Которая Так или иначе Подразумевает Смертную Кайню Вот Есть Она Не Выкинешь Из пятой Поправки Слов Не Выкинешь Пятую Поправку Тем Не Менее Демократы Нам Недвусмысленно Сообщают Что они Смертную Казнь Хотят Отменять Значит Что Значит Опять Конституцию Будут Как-то Переделывать Или Через Своих Судей Еще Какие-то Манипуляции С ней Проделывать Замечательно В кавычках Конечно Замечательно Дальше В экономике Все Налоговые Снижения Надо Отменять Потому Что Якобы От них Получают Выгоду Только Богатой Но Простите Не бывает Так Что Если Вы Где-то Подняли Налоги То Остальным Сразу Станет Хорошо Потому Что Поднятие Налогов Означает Что Кто-то От них Увернется Это Достанется Налоговый Нож Кому-то Ниже С Снизшим Доходом Это Будет Изначать Так Или Иначе Рост Цены Все Так Прочее Как Только Правительство Берет С людей С Любых Абсолютно Даже Если Эти Люди Берет С этих Людей Денег Больше Чем Надо Это Всегда Отражается На всех Поэтому Когда Демократ Какими Красивыми Словами Они Это Не Прикрывали Но Любой Рост Налогов Это Обязательно Удар По Карманам Абсолютно Всех Далее Повышение И Создание Этого Самого Минимального Уровня Заработной Платы Это Верный Путь К Безработице Тоже Давно Доказано Потому Что Целый Ряд Предпринимателей Ну Не Будет Нанимать Молодых Людей Или Людей Не Слишком Квалифицированных Потому Что Им Будет Мешать Вот Этот Самый Потолок Или Пол Если Угодно Наоборот Ну В общем Вы поняли Я говорю Об обязательном Минимальном Уровне Заработной Платы Это Всегда Путь К Безработице Все Эти Масштабные Планы По Переводу Экономики И Промышленности На Какие-то Там Ну Напрямую Это Не Называется Зеленым Новым Курсом Но Якобы На Экологические Рельсы Через Вступление Америки В какие-то Опять Соглашения Которым Я еще Вернусь И так далее Но Это Опять Будет Изначать Огромный Рост И Налогов И Расходов И Всего Угодно Потому Что Если Растут Расходы А Переход Промышленности На На Так Называемые Экологические Рельсы Это Автоматически Большие Расходы Значит Либо Растут Долги Либо Растут Налоги Демократы Нам Честно Говорят Что По крайней Мере Что Растут Налоги Замечательно Как раз Экономики После Эпидемии Со всеми Что с ней Связано Только Роста Налогов И не Хватало А С полицией Ну Тут Опять Все Понятно Что Полиция Должна Быть Няньками Все Эти Удушающие Приемы От них Избавиться Хотя Мы только Что Говорили К чему Это Приводит И Естественно Что Все То Что Хотят Делать Демократы Но Это Опять Рост Преступности И Даже Внешне Благие Заявления Что Нельзя Применять Суровые Меры Наказания К Молодым И Несовершеннолетним Преступником Ну Извините Эти люди Не знают Знают Вернее Но Просто Не хотят Это Использовать Потому Что Им Это Невыгодно То Что Члены Молодежных Банд Способны На Такую Жестокость Что Люди Повзрослее Могут Ужасаться И Всем Это Тоже Известно Но Что Касается Иммиграционной Политики Здесь Даже Цензурных Слов Быть Не Может Это Просто Приходите Все Кому Не Лень Всем Нелегалам Гражданства Никаких Серьезных Сдерживающих Мер Нет Более Того Это Действительно Уже Опасно Демократы Хотят Создать Такие Законы Чтобы Президент Не мог Как это Делал Трамп Ограничить Въезд В страну Каким-то Определенным Категориям Граждан И Таким Образом Если Президент Будет Скован То Да Подразумевается Что Решать Должен Президент И Конгресс Но Если Кто-то Из этой Системы Выпадает А Демократы Именно Этого Хотят То Уже Опять Мы Видим С вами Их Активизм Их Желание Переделывать Американскую Юридическую Традицию На Свой Лад Что Касается Терроризма То Как нам Сообщают Демократы В своей Программе Он Конечно Есть Но Это Не исламисты Это Правые И белые Супремасисты То есть Вы посмотрите В окно И вот Просто Эти белые Супремасисты Все крушат Все ломают Все сжигают И требуют Освобождения Патрульного ЧВНа Это Правые Террористы Стреляют В чернокожих И друг в друга Это Правые Террористы Устраивают То что Происходит В Сиэтле Портленде И в Нью-Йорке По мнению Демократов Именно так На деле Это означает Что Против Правых И консервативных Организаций Как это было Еще при Кеннеди Кстати Тоже К вопросу О преемственности Будут Предприняты Самые суровые И жесткие Меры Чтобы сделать Все Для их Демонизации Дискредитации И Возможного Вообще Запрета Это легко Если Посмотреть На образование То Здесь Цели Демократов Это Школьный Выбор То есть Никакого Вам Выбора Все Только На Госшколы И Подумаешь Раскатали Губу Хотите Чтобы Ваши Дети Учились Там Где Вам Нравилось Нет Не Будет Такого Потому Как Это Все Расизм И так Далее И тому Подобное При этом Тут же Говорится Что Нельзя Учителям Применять Слишком Серьезные Меры Дисциплинарных Взысканий Политику Внешнюю То Здесь Америка Должна Просто Напросто Раствориться В этом Безликом И удручающем Мировом Сообществе Вернуться Во все Соглашения И по Изменениям Климата И так далее И тому подобное Восстановить Иранскую Сделку Что Касается Европы То тут Демократы Тоже Честно Говорят Что Им Нужна Европа Объединенная То есть Опять Вот этот Социал-демократический Монстр Управляемый Бюрократией Решающий Что Где И как Должно Быть В любом Уголке Европы Из Брюсселя Или где Они там Себе выберут Дальнейшую Штаб-квартиру Ну и Америка Тоже Должна Вот В эту Систему Вписаться И быть Такой же Как И все И кстати Хотя Демократы Уверяют Что они Будут делать Все Для того Чтобы Америка Была сильна А якобы Трамп Сделал Америку Слабой Тут же Они нам Сообщают Что Необходимо Снизить Не стратить Столько денег На оборону Да Тратить На какие-то Бездумные Зеленые Проекты Потому что Нужна дипломатия И все Что с этим Связано А никаких Военных мер Нам не нужно И так далее И тому подобное То есть Пример Чемберлена И же с ним Которые Как вы помните Тоже Были уверены Что дипломатия То что надо И спасет Весь мир И всю Европу Ну Он демократами Если истолкован То не совсем так Как он истолкован Адекватными людьми Извините То есть Подводя итог Что мы с вами Видим Демократы Перестали быть Партией Хоть немного Консервативной Давно Демократы делают Все Чтобы окончательно Перестать быть Партией Американской И американцы Демократы Готовят для Всех вас А потом И для нас Кстати говоря Потому что Это пойдет Естественно По всему миру Программу Которая сделает Америку Практически Беззащитной Которая Америку Разрушит Изнутри Потоками Неконтролируемой Миграции Преступности Но при этом Все Неугодные Будут Под Контролем То есть Та самая Анархотирания Которую мы С вами Наблюдаем В этом году Она уже Официально Возводится Практически В ранг Государственной Политики А Тот Что там Будет Со всем Миром Ну Они между Собой Где-то Там Договорятся Якобы Как это Отразится На интересах Америки Уже Никого Не волнует Вот такой Вот Печальный Вывод И Когда Кто-то Там Шутил Над тем Что Кортес В своей Речи Попомянул Чуть ли не Выдвинул Сандерса То это Просто Было Напоминание Того Что В реальности Сегодняшняя Демпартия Это Сандерс И Кортес Чтоб Никто Это Не Сбывал И Что Байден Харрис И Все Те Кто Придут В Сенат И Палату Представителей В той Или Иной Степени Все Они Будут Воплощать Жизнь Вот Эту Самую Программу Которую Я вам Естественно Кратко Только Что И Изложил И Прокомментировал И Если Это Произойдет То Ну Потребляют Апокалиптическими Прогнозами И Поэтому Очень Часто Им Не Верят Из-за Этого Ну Вот В 61 Году Он Это Сказал Правда Не Хочу Я Уж Подобляться Здесь Таким Апокалиптическим Предсказателем Но Право Победа Демократов Выглядит На Сегодняшний День Очень Устрашающе Устрашающе Не потому Что Она Возможна А Потому К чему Она Приведет И Ни в коей мере Мне нельзя Конечно же Что-то вам советовать Влиять на выборы И так далее Но все-таки Я Надеюсь Что С тем Идеям Которые у вас В голове уже есть Мой взгляд Со стороны Но он что-то еще Добавит И вы сделаете Тот выбор Который для Америки Будет самым правильным Здесь я прервусь Если Сергей что-то Добавит С удовольствием Передам слово Мне Добавить по сути Дела нечего Абсолютная правда И действительно Если Ну К сожалению И даже Среди русскоговорящих Те которые Бежали от Прелести И социализма В Америку Есть Ну особенно Это касается Молодого поколения Все-таки Среди взрослых людей Таких Подавляющее Меньшинство А вот Среди молодого поколения Которые Работают В IT Компаниях Имена Не хочу Называть Есть Некоторые Музыканты Им кажется Что Вот Та платформа Которую Предлагают Демократы И та политика Которую Предлагают Демократы Это вот То что Нужно Ну и Как всегда Аргумент Такой Ну то что Было там Это был Не социализм Это был Не коммунизм Там дураки А мы здесь Такие умные Вот здесь У нас интернет И мы все Такие продвинутые Мы здесь Построим Такой социализм От которого От которого Всем будет Счастье К сожалению Времени Больше не остается Еще хотелось бы Услышать Пару слов От Трюдо Который оказался Про Канаду Там еще Коя-какие новости У нас добавились Канаду в следующий раз Трюдо У него могут быть Неприятности И не злорадствую Но это хорошо Спасибо огромное Иван И до встречи В следующий раз Спасибо вам До встречи